Всем привет! Недавно нашел у себя на старом жестком диске три видеоролика 2013 и 2014 года. Я тогда заинтересовался двигателями внешнего сгорания. Ведь это по сути третье недостающее звено альтернативной энергетики. Когда зимой нет ни солнца, ни ветра, можно получать электричество, сжигая дрова для отопления и получая электричество с помощью тепловой машины, двигателя стерлинга или паровой машины. Правда, до получения электричества у меня дело не дошло, но модели двигателя я сделал. Они уже давно потеряны, но видео осталось. Сами видеоролики короткие, материала мало, поэтому буду периодически ставить на паузу и объяснять происходящее. На то время у меня не было никаких станков, дрель, болгарка и сварочный аппарат, поэтому выкрутился как смог. Начнем с двигателя стерлинга. Двигатель состоит из стального ящика, внутри которого ящик поменьше. Там внизу горят дрова, а сверху для охлаждения налита вода. Маленький ящик внутри большого это дисплейсер. Он двигается вверх и вниз при помощи вот этих двух штоков. Таким образом воздух перемещается из зоны нагрева в зону охлаждения и наоборот. Попадая в зону нагрева, температура воздуха растет и его давление увеличивается. Это давление можно использовать для выполнения полезной работы. Полноценную пару поршень-цилиндр я конечно сделать не мог, поэтому сделал сельфон. Три диска из фанеры в рукаве из ткани, которую я промазал силиконом. Может вы видели в шиномонтаже применяют такие домкраты, это тоже самое. Основной плюс такого решения это полная герметичность и низкие потери. Просто мешок из ткани складывается и раскладывается. Такие сельфоны как я делал у меня спокойно держали давление 4 бара и соответственно развивали силу в 4 кг на 1 квадратный сантиметр площади верхнего диска. Для стилинга без дополнительной накачки этого с головой хватает. Остальные элементы конструкции навевают грусть и тоску. Коленчатые валы из шпильки, подшипники в хомутах из труб, стальная часть от молотка в качестве противовеса на маховике и сам маховик из фанеры. Так что наверное у меня еще и электролобзик был, а то как бы я круг из фанеры вырезал. Кстати привод дисплейсера тоже был у меня герметичный. Там уплотнение типа складывающийся чулок. То есть весь двигатель у меня был полностью герметичный. Из-за этого он очень легко запускался и мог работать на низких оборотах. Правда толку с этого мало. Крутящий момент и обороты невысокие. И мощности тоже мало. Перепад давления от нагрева и охлаждения небольшой. Чтобы двигатель стерлинга выдавал большую мощность, нужно рабочее тело под большим давлением. Чего я конечно тогда не мог сделать. Хотя немного надуть двигатель было бы полезно. Сильфон был бы немного надут и не было бы слопывания во время цикла охлаждения. Теперь паровой двигатель. Котел для производства пара из куска трубы обмотан минватой и стоит на электроплите. Маленький сильфон. А вот парораспределение я придумал довольно интересное. Я сделал тройник из силикона, армированного нитками. Металлическая скоба с приводом от коленвала в нужное время пережимала части этого тройника и перекрывала или открывала подачу пара. Также это работало как предохранительный клапан. Если давление большое, то это давление приподнимало скобу и пар выходил сразу в выхлоп. Вообще это только половина двигателя. А вот полный двигатель. Но это не совсем двухцилиндровый двигатель. Это двигатель двойного действия. Пар, отработавший в первом цилиндре, переходит во второй цилиндр и отрабатывает там. Это примерно еще 50% прибавки к мощности при том же расходе пара. То есть КПД гораздо выше. На закате эры паровых двигателей на судах использовали машины тройного или даже четверного расширения. А потом еще и турбину ставили для генерации электричества. Рабочий ход у такого двигателя в обе стороны. Поэтому крутящий момент более стабильный. Двигатель работал даже если просто дуть в трубку. Он еще и сам запускался, если не стоял в мертвых точках. Такая паровая машина у меня работала намного лучше при гораздо меньших размерах, чем стилинг. Пальцами ее остановить уже не получилось. Рука как гайка по шпильке скользит и сдвигается. Я сделал вывод, что при равном уровне сложности, чтобы получить какую-то мощность, паровой двигатель подходит куда лучше, чем двигатель стилинга. Но если вам нужна игрушка, которая быстро крутится, то делайте двигатель стилинга. Я имею ввиду, что увеличивая сложность конструкции, можно поднять мощность стилинга. Но если также усложнить конструкцию паровой машины, то можно увеличить ее КПД до уровня стилинга или даже выше. А мощности ей и так хватает. Конечно, без станков что-то путнее трудно сделать. Это больше для забавы. Все на соплях и шатается. Но тем не менее, что-то у меня тогда получилось. На этом у меня сегодня все. Не забываем про лайки и комментарии в полстраницы. Подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok